Приветствую вас. Из текста вашего сообщения можно сделать вывод, что ребёнок в какой-то момент стал для вас чем-то негативным. То есть, понимаете как, на подсознательном уровне вы испытывали какой-то либо страх, либо непринятие его ребёнка в смысле, либо вы почувствовали в нём себе угроз. И, конечно, сказать однозначно о том, что это было, можно только если детально проанализировать, что с вами происходило, что с вами происходит, как у вас обстоят дела с отцом ребёнка, как вы переживаете вообще всю беременность свою, каковы условия вашего существования на данный момент и так далее. То есть, вот эти все моменты вам нужно обязательно вместе с психологом проанализировать, дабы исключить какие-то негативные факторы, которые вами, по сути, могут быть незамечены. Именно из-за того, что вы находитесь внутри этой вот ситуации, которая сейчас с вами происходит. Значит, что ещё я вам хотел бы сказать. Значит, само по себе действие, которое вы совершили, может не значить ничего. То есть у вас сейчас происходит изменение гормонального фона, у вас сейчас происходят достаточно серьёзные изменения вообще в организме, и подобные действия совершенно необъяснимые могут быть. И воспринимать их нужно, желательно бы, совершенно нормально, потому что, ну, сами понимаете, что у вас может быть импульс, может быть, вы чувствуете, что ребёнку хорошо, пока он находится с вами, а когда он родится, то, собственно, для него это будет как-то негативно, и что-то в этом роде можете вы ощущать на интуитивном уровне, и из-за этого вы можете просто-напросто хотеть подспудно оставить его ушибяки, ну, и, собственно, не дать ему родиться. Такая реакция, я думаю, имеет место быть, в ней нет ничего страшного. Главное, что вы сейчас этого не делаете, и главное, что вы действительно его ребёнка любите, потому что, если бы вы его не любили, то, я думаю, ну, вы бы не обращали внимания на своё положение, напротив, вы бы старались сделать так, чтобы оно как можно меньше на вас влияло, вот. Но объективно нужно сказать, что, вот, например, знаете как, одни и те же обстоятельства в вашей жизни, да, одни и те же обстоятельства, когда вы не были беременны, и когда вы стали беременны, а влияет на вас совершенно по-разному. И поэтому то, что вы думали, вас вообще никак, например, не задевает и не трогает, теперь вполне, может быть, как-то задевает и трогает, понимаете. И относиться к этому нужно спокойно, потому что то, что было, это уже прошло. Постарайтесь исключить для себя все возможные негативные аспекты в своей жизни. Постарайтесь убрать, насколько это возможно, все плохое, что есть у вас. И постарайтесь побольше радоваться, не грустить, да, и, собственно, все проблемы откладывать на потом, да, то есть все проблемы не воспринимать серьезно. Пока что. Пока ваша главная цель – это ради ребенка выносить его и, собственно, провести с ним первые годы его жизни. За то, что вам необходимо, то, что является вашей первостепенной задачей. Все остальное – это не так вообще важно, а если быть честным, то и вообще не важно, вот. И, собственно, ни на что другое вам отвлекаться не нужно. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Конечно, за более детальной информацией вам все-таки нужно обратиться к психологу. Приватно эксперт вы можете выбрать на нашем ресурсе, который вам понравится, и с ним поработать, чтобы возможно найти какие-то раздражающие факторы, которых вы сами не видите в силу, как я уже сказал, нахождения ситуации непосредственно внутри нее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его улучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.